Уже второй раз стены обновленного Дома культуры в Петровском принимают отчет руководства поселения Горки-Ленинские. Начиная с прошлого года, помимо главы поселения, перед жителями выступит и руководитель администрации. Первое слово взяла Наталья Камалихина. Она начала с рассказа о реализации на территории поселения ряда государственных программ. Бюджет городского поселения Горки-Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год расходуется по целевым статьям на муниципальные программы. В городском поселении Горки-Ленинские действуют и реализуются 10 муниципальных программ. Наталья Камалихина рассказала о том, на каком этапе сейчас находятся работы по возведению водозаборных узлов и канализационных насосных станций в населенных пунктах городского поселения. И отметила, что развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности находятся под особым контролем администрации района. Также глава поселения доложила о реализации программ «Светлый город» и «Дороги Подмосковья». В рамках реализации государственной программы Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2017-21 годы были выделены средства на ремонт дорог в деревнях с учетом областного софинансирования. Большая часть выступления Натальи Камалихиной была посвящена социальной деятельности в поселении. В частности, она рассказала о спортивных и культурных мероприятиях, о работе с обращениями граждан, о развитии органов местного самоуправления. После нее слово взяла руководитель администрации городского поселения Горки-Ленинский Светлана Литвинова. Она озвучила ряд шагов, которые предприняло руководство района относительно отдельных групп населения. Советом депутатов городского поселения Горки-Ленинский принято решение с 2019 года выплачивать по 3000 рублей вдовам участников войны, их у нас 10 человек, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей 4 человека. Ранее эти выплаты составляли 2000 рублей. Также она отметила, что в настоящий момент границы между поселениями практически стерты и многие вопросы, например, касающиеся новых микрорайонов, приходится решать сообща. По ее мнению, теперь эти процессы ускорятся и станут проще, благодаря объединению поселения в городской округ. По окончании выступления Светланы Литвиновой, гражданам обратился первый заместитель главы администрации района Дмитрий Волков. Я вас всех хочу поприветствовать и передать вам большие слова благодарности от главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля. Он попросил вас всех поблагодарить за ваше неравнодушное отношение к вашей любимой территории, к вашему взаимодействию с органами местного самоправления. Конечно же, это в первую очередь к органам поселенчинским, которые должны всегда реагировать на те пожелания, предложения, а где-то и решать проблемы, желательно всегда это делать совместно, те, которые возникают у нас на земле. Традиционно программа отчета включала в себя и ответы на вопросы местных жителей. Более 120 человек собралось сегодня в зале. Вместо получаса, отведенных регламентом, разговор с гражданами затянулся почти в три раза. По окончании встречи произошло награждение активных работников культуры, спорта, социальной сферы, общественников городского поселения Горки-Ленинские. Им вручили дипломы и памятные медали в честь 90-летия образования Ленинского района. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...